Либо они поменяются, либо у них реально Медуза пойдет в сложную линию. Ну, либо просто поменяют лайны. Игроки между собой, Чувань всегда ходит в мидл просто, а Марчик, да, ходит сложно. У них, как правило, не было изменений за два дня. Что-то там придумали гики. Ну, тут главное затерпеть. Медуза с гирокоптером сильнее, чем СФ и Розор. Поэтому все это можно выполнить. Плюс Нага всегда будет цейвить от этих прокастов Сен Кинга, Джакира, Титана и так далее. Можно спокойно из драк выходить, а потом, когда у соперника закончились все ресурсы для успешного их проведения, возвращаться в файт и уже выигрывать его самим. Ну что, карта под номером 2 начинается прямо сейчас. Марч. Так, ну пока Марч на паке. Все, поменялись. Нормально. Чувань на Медузе в мидл. Иксрек сыграет на Наги Сирене. Оли в саппорт пятой позиции. Дисраптор. Ну и Скемберли сыграет на гирокоптере. Здесь Кискат сыграет на Джакира пятерки. ФБЗ. СФ Мидл. Сейн Дрим Лукас пойдет сложный на Сен Кинги. Фервиан будет выступать на Розоре. Ну и Джей Хоккам сыграет на Элдер Титане. Права на ошибку у Бумайди больше нет. Вчера команда справилась с Фнатик. Сейчас соперник все-таки несколько послабее. По крайней мере по именам, по ожиданиям зрителей. Вряд ли кто-то ставил на то, что Гикфам дойдут дальше, чем Фнатик, например. Но Фнатик там 0-1 летят. И кто знает, как серия закончится у них. В какой-то степени жадный пик у Гикфам. Ну то есть два суперкэрри таких, которым очень нужен фарм. Но с другой стороны, остальные три героя не сильно в нем нуждаются. Паку там пару вещей купить, а дальше как пойдет. Даггер, ну и какой-нибудь Дискорд. Все. Все остальное можно оставлять Гирокоптеру и Медузе. И если вдруг Early Mid Game пойдет плохо у Бумайди, и нормально это дело переживут гики, то дальше им будет только проще. По линиям тоже никаких сюрпризов. Все будут стоять там, где и должны. И привычно их видеть. Пак, в принципе, практически неуловим будет сверху. Убивать его сложно. Да, погонять, да, не позволять ему много опыта набирать вполне. Но так, чтобы убивать, ну что там есть? Там есть Титан, который не факт, что по паку попадет. Там есть Джакира, который не факт, что будет качать Айспас сразу же. Ну, по идее, надо против пака. Хотя бы в единичку. Ну и Разор, без дизейблов, без замедлений. На одной Орбе пак спокойно отсюда уходит. То есть пак свое должен выносить в плане Экспы как минимум. Но Сенкингу будет несколько сложнее. Хотя рядом с ним сейчас Титан находится. Летит на помощь Гирокоптеру в Дисраптор. Нага же отправляется пока наверх с паком. Помогать ему. Там лишь один Разор. Здесь Медуза. Сразу же ее пытается Кискад напрягать. И получается у него это сделать. Пол ХП уже просто Медузу лишил. Здесь Кембрли тоже получил много урона. Так, и снова. Кискад пока не уходит с этой линии. Медуза пока без щита. Она со Змейкой. На втором уровне наверняка щит вкачает. И уже будет посложнее ее напрягать. Без маны тем временем остается Джекира. Она у него полностью заканчивается. Не попадает Змейкой по СФ у Чуань. Да и по Джекира тоже не попадает. Исключительно Крипов задел. СФ пока идет на равных с Медузой. Либо она с ним на равных. Тут уж не знаю, как правильнее будет. Ну а Разор против двоих. Толком не получается прогнать Пака. Пак свое тоже пока очень хорошо получает на этой линии. Гирокоптера пытаются постоянно напрягать. Но Титан уже очень битый. У Сенкинга нет маны даже на подкоп. И они сейчас будут пытаться просто отвести Крипов. Не знаю. Гирокоптер левел 2. Ракету он в итоге вкачал. Но без Рокет Берриджа. И так просто не продамажить Сенкинга. Там тем более еще и подкоп был. Очень больно Гирокоптеру. Гирокоптер погибает. Да, 2 кила. Сумели заработать. Сенкинг правда тоже отправится в таверну. Теперь Дисраптор гонит еще и Элдер Титана. Ну вряд ли убьет. Тот на тапке. Дисраптор без него. Глимпса нет. Хотя он сейчас Тандерстрайк. Может повесить и тычку последнюю дает. Руну успеет ли взять. А он не то что успел. Он еще и выживет. Да. Фейрифайер спас. В итоге 2 руны достается Титану. Он выживает. И Бумайди здесь в плюс. Сработали по итогу. Чуань там 1 против 2 продолжает сражаться. СФ не досчитывается опыта. Конечно за счет этого. Уже практически уровень уступает. Медузе. Ну а Разор. Там тоже преимущества не имеет. Он свое тоже выносит. Он свое фармит. Ну и Пак при этом делает то же самое. Хорошо. Кикфам расположили свои линии. И даже несмотря на то что гирокоптер разочек погиб. Это не сильно повлияло. Почему не качается Рокет Барридж? Я не знаю. Качается Флэк Кэнон. В двойку уже вкачан. Чтобы фармить какие-то стаки потенциальные. Он же в любом случае вынужден будет драться. И как же там этой способности не хватало. Когда за вышку заходило два героя. Он помог один раз ее прожать и убить двоих. Возможно. Ну либо Дисраптор как раз. Который телепортировался. Добил бы. Все что там оставалось. Не получилось. Так на топе. Драка. Разору больно. Есть сетка по нему. Кстати клинк в кулдауне. И у Разора проблемы большие. Нага быстрее бегает. Немного. Но не так-то просто Разора здесь будет взять. Использует стики. Арбада последнего за ним идут. И Иксрек может погибнуть. Но в итоге он выживает. Еще и Пак конечно уйдет. Горит. Нага. Использует танго. И бежит со всех ног. Она-то побыстрее чем Джакира в несколько раз. Даже не обязательно. Ну нет. Плохой путь. Нужно выбирать что-то другое. Там тем временем убили в очередной раз гирокоптера. Оли. Запирает Титана. Тот дает стан. И сейчас может подобрать инвиз. И уйдет отсюда. Молодец. Титан. А вот Оли еще и отъехать. Рискует. Да. Так и будет. ССФ подошел. Опыты немного. Своровал. 2-4. Бумайди повели. Снова нижняя линия доминирует у них. Гирокоптера ничего толком не получается. Он умирает второй раз. По фарму тоже немного уступает Разору. Ладно хоть Разору убили сверху. Зато у Медузы все не так плохо. У нее нормально все абсолютно. Что она проигрывает ССФу вначале это логично. Там атаки побольше. Просто крипов легче добивать. В остальном она не погибает. У нее второй щит. Забить ее до смерти будет тяжело. Так, снизу снова нападение на Гира. И снова его застанили. Вернули, правда, Титана. Тот со своим сумасшедшим уроном успеет ли нанести пару ударов. Да, успевает. И подкоп мимо. Живет Гирокоптер. Дисраптор не смог его спасти здесь. И еще и Дисраптор может на самом деле отъехать. Снова будет Стан. Попадает им Джей Хакам. И Оли снова погибает. Даблкил для Элдер Титана. Но это на самом деле катастрофа. Уже на нижней линии нужна помощь. Может быть Нагу туда отправить наконец-то. Пока и так все вроде здорово. Что, снова попытка напасть на Разора? А, ну все биты. Разор фуловый. 2-6. За здравие начинают Бум Айди. Второго ловола Джекира. Не получилось заданать ката пульту. Гирокоптер снова возвращается вниз. Вот насколько же вот этот момент в самом начале, когда они погибали здесь, повлиял в итоге на расстановку сил на нижней линии. Так, ну вот теперь качается этот бараш. Теперь получше дела могут пойти. И может быть даже хотя бы размениваться будут. И не просто умирать вдвоем без убийств. СФ уже ушел в лес. Оставляет место Джекира для получения экспириенции. У СФ уже левел 7. СФ 49 на 9. У Медузы лишь 24 на 11. Но СФ сильно оторвался. Предсказуемо было. Здесь Нага. Ну, тоже вряд ли что-то докажет СФ. Он фуловый абсолютно. Там Шрайн использовал. Так, здесь заход очень далеко. Прямо под вышку. Возвращают Джекира. Хватит ли урона. Нага поблизости. Но приходит СФ. СФ гораздо страшнее. Да и Элдер Титан довольно опасен. Но ему больно. Ему очень больно. Элдер Титан может погибнуть. Да, он погибает. Медуза с вторым щитком. Дерется до последнего. Очередная Змейка будет только через 3 секунды. Ну и СФ подставился. Вот вам и Гиг Фам. Подловили. По Мэйди в себя поверили. Были наказаны. Сейчас вся команда может отойти. Выпить Шрайн. И. Просто продолжит фармить свои линии. Сэн Кинг. Бежит вместе с Джекира. Но у Джекира ничего нет. А вот здесь Сэн Кинг. Как бы он не подставился теперь. Возвращают его. Как раз таки после Бароу Страйка. Прилетает также ракета. И это. Третий фраг подряд для Гиг Фам. 5-6. Было 2-6. Отыгрываются потихоньку. Откроем Нетворс. И там вообще чуть ли не 7 героев. Примерно на равных идут. Гирокоптер вообще где-то на дне. Только-только обогнал. Элдер Титана. Ну и возвращается наконец-то на свою линию. Есть у него колдаун. Если что. Теперь поопаснее он будет в драке. Так просто на него не нападешь. На развороте. Классный прокаст. Получите просто в спину. Так. У Наги левел 4. У СФ будут барабаны. Тут тоже все стандартно. Аквила барабаны. Я уже забыл когда. Кто-то не покупал аквилу и барабаны на СФ. Гирокоптера фейзы после аквилы появятся. Как у Пака дела. У Пака уровень 6. Также есть фейзы. Ну и далее. Как раз таки даггер дискорд. У Разора дела тоже идут хорошо. Он третий по Нетворцу. Он 8 уровня. У него тоже есть аквила. Дальше худ. Фейзы. Тоже все стандартно. Медуза. Будет покупать себе Меднес. Попытка выйти на Разора. Да нет. Медуза такой себе гангер. Просто сделала отвод сама себе. И начинает фармить теперь его. Так. Там в чужом лесу очень далеко. Началась драка. Здесь снова погиб Гирокоптер. Теперь можно попытаться догнать еще и Нагу. Кайлы будут. И просто парочку выдать. Нага погибнет. Средний дальний минус Нага. Дабл келл для Шэдоу Финда. Просто подарили эту халяву Емон. И Дисраптор. Оттуда ушел. Десятая минута. Не за горами, что по лаваламу саппортов. У Титана почти шестой. У Джекера четвертый. Здесь у Наги пятый. И у Дисраптора четвертый. Более-менее ровно идут. Сенкинг за вышку заходит. Сюда прилетел уже Гирокоптер. Но целых три героя. Бумайди рядом. И Нага тоже вынуждена сюда лететь. Вдруг на Гирокоптера нападут. И здесь Джекера получит ракету. Нага также подходит. На нее могут на самом деле переключиться. Быстренько избавиться от нее. Также рядом Пак. Титан. Ничего не успевает сделать. Манны лишился. Ну и скорее всего вряд ли отсюда уйдет еще и Сенкинг. Потому что Медуза перетянулась. Сенкинг подкапывается. Но это был подкоп в таверну. 7-8. Постоянно команды друг другу отвечают на убийство. Так. Не заденайл, да, по-моему? Нет. Заденайл Гирокоптер вышку. Ну, теперь всегда в опасности. Он будет без тавера. На нижней линии страшно стоять. Как-то могут через лес обойти. Быстренько убить. Все-таки герой в одиночку пока очень слаб. При наличии кого-то из тиммейтов может и подраться. С кулдауном. Третьими ракетками. Восьмой левел. Рокет Бараш. В четыре теперь вкачан. У пака Фаизы 700 голды сверху. Разор практически добил. Т1 сверху. Тут есть катапульта, если что. Глиф используется. Ну что, будут мешать Разору? Придет ли туда кто-то еще? Либо же позволят ему спокойно вышку добить? Либо заденает ее пак? Да, все-таки решил просто заденать. Не забить вообще на нее. На миде много героев бум-айди. Все, кроме Синкинга и Разора. Ну, втроем. Втроем на Медузу. Можно пробовать, конечно. Но Медуза уже мэд на себе. Купит прямо сейчас. Ультимейт пока не качается. Талант взят на урон. И в смоках. Гикфам пошли драться в смоках. Тут Гирокоптер даже скорее не роль в мейнкерри будет выполнять. Такого запасного варианта. Потому что весь фарм будет по большей части отдаваться Медузе. Тут Разор, конечно, погибнет. Без шансов. И... Он просто будет еще одним дополнением таким. То, что он там умирал 10 раз, не сильно волнует. Я думаю, он Гикфам. Что Разор? Что он должен делать на этой карте? Лишать атаки Медузу. И уничтожать ее. Так, здесь СФ под Слипом. Получает кулдаун. Но плохой кулдаун был. Тут возвращают. И в ответ получает эпицентр. Отличный. Уже Нага погибла. СФ тем временем живет. И здесь очень биты и Гирокоптер, и Пак. Сен Кинга добить нужно. Сен Кинг в итоге выживает. А вот Гирокоптер погибает в очередной раз. Пак. Арба была. Три в один по итогу драка. Погиб еще и Дисраптор. Но в итоге первоначально планировалось нападение на СФ. Который мало того, что выжил, так еще и фраг заработал. СФ 4.1.1. У СФ все хорошо. У Медузы 2.03. Не хуже. Медуза не погибала. У Разора. Худ уже есть. Дальше СЕ. ПТ себе собирает СФ. Купил. По талантам тоже все стандартно. У Гира барабаны. Тоже будут дальше появляться. У Медузы. Мэднес. Ну и Хуриккин Пайк. В перспективе. Тоже все по накатанной. 2000. Перевес Бумайди. На самом деле не так мало. Хорошая цифра. Гирокоптер на дне. Пак. Уступает немного Сен Кингу. Сен Кинг, кстати, сейчас, возможно, попытается на него напасть. Неужели получится? Да. Минус Пак. Да. Оформили это убийство. Не получилось ему заяводить ультимент Титана. Да и Гирокоптер еще сверху погиб. Для полного счастья. И еще 1000 преимуществ получает Бумайди. Гигфам. Как-то их вылазки не получались. Да, они их и не совершали. Вообще, вот эта жадность в пике, она какое-то время будет сказываться. Ну, Гигфам сами знали, на что идут. Они осознанно брали Медузу Ласт Пика. Они осознанно брали Гирокоптера. Чуть ранее. И теперь они будут пожинать плоды своего драфта. Сначала в отрицательном смысле. Потом, если все хорошо сложится и эти два героя на фарме, то... Конечно, выйти все им вернется. Но это если они не сильно будут проигрывать. Если они десятку сейчас будут отлетать. Или еще больше. Там минут через 5-7. Медуза все-таки жить-то может. Но урона наносит не так много. Слип используется. Разор там уже наворовал более сотни урона. Что будут его пытаться убить? Кулдаун сверху по Дисраптору и по Рейзеру. Оба под Сайленсом. Оба... Кстати, к Шторме еще и с Эпицентром врывается Сенкинг. Но он тоже много урона получает. По итогу третьего тоже могли добить. Не получилось. Оли. Оли очень больно. Марч уходит. И с Кимберли... С Кимберли, будешь ли ты жить? Пока живет. Там Пак убивает Сенкинга. Нага в итоге выходит. 3 в 1 драка для Гигфам. И драка продолжается. Пак фуловый. Ракета летит в СФ. Если она прилетит... А она прилетает. Струкит бараш. И это минус ССФ еще. 4 в 1. В пользу Гигфам. Отыграли все, что было. Проиграно чуть ранее. Хотя и потеряли Медузу. 2 тысячи. Зарабатывают. 2 с половиной нанес. Гирокоптер. Практически столько же СФ. Но его урона не хватило. Ну и Сенкинг как-то влетал. Не то чтобы плохо. Врыв-то неплохой. И... Урона он с эпицентра тоже нормально нанес. Но... Он прыгнул. Статик Шторм. И чуть не отъехал только с него. Дальше уже... Его просто добили. Он прилетел. И сразу потерял 70% здоровья. Так. Там еще и Джакира погибает. Еще и вышку теряют сейчас. Гигфам. Ну и... Отыграли их практически полностью. Вернее, Бумайди теряют вышку. Гигфам ее сносят. И полностью отыграли. И опыт. И золото. И 14-14 у нас теперь по фрагам. Абсолютный баланс на карте. Так. Марч. Даггер уже купил. 12-й левел сейчас получит. Вот с этой пачкой. Медуза продолжает фармить. И она первая по этому показателю. Драган Лэнс уже есть. Еще немного укрепила свою выживаемость. Дальше Форстаф. Еще ее больше появится. У Наги худ. Ну, Нага соберет себе пайп. Такими темпами. А прокаст очень сильный у Бумайди. И пайп здесь явно необходим. При том, что Медуза вряд ли будет Блэкинг Бар в ближайшие полчаса себе покупать. Гирокоптер, конечно, купят. Тут без вариантов. Итак. У Розора. Тоже Драган Лэнс есть. Розор на первой... В первой фазе. Первым он был пикнут. Я напомню. Я не знаю. Я не вижу вообще на этих отборочных вазе, чтобы Розор побеждал. Когда он в легкую линию ходит. Ну вот вообще не то. Кстати, я посмотрю как раз, как там дела у Розора по винрейту. 50% винрейт его, но это в сумме вообще по миру. Среди профессиональных команд в этом патче 38 раз его брали. Это с учетом Лана на SLA League. Но все равно не так много. Потому что тир-1 герой по пикам. Он занимает шестую строчку по количеству. Раз, когда его брали. Сенкинг на топе. Продолжает фармить. Сейчас второй эпицентр возьмет. Гирокоптер потихоньку догоняет. По деньгам своих соперников. И сейчас в смоках отправляются. Вчетвером, лишь без Медузы. И здесь Розор. И он уже получает ракету в лицо. Его возвращают. На него сверху падает ультимейт Дисраптер. И это очередной фраг для гикфам. Хороший выход. Убили кора. В Майди нужно как-то ответить. Возможно, ответят за вот эту т2-вышку. Которые приближаются к гике. Эпицентр есть. Ульт Титана есть. Таланты пока, кстати, не качает. Титан на 10-м левеле. Наги. Слип, если что, имеется. Если потребуется убежать. Так. Никого не получилось. Подстанет. Ракету получает. И вот он. Пак. Здесь также. У СФа нет. Блокинг-бара. Ему очень больно. СФ минус. И также проблемы огромные у Титана. Рерсплиттер он постелил, но тот ничего его команде не дал. Ну и заодно погиб еще и Джакира. Разор погибал ранее. Здесь. Глимс. Как раз таки только-только появился. Еще и Элдер Титан погибает. Четыре подряд. Фрага зарабатывает. Вот наконец-то с эпицентром врывается Сенкинг. Но тут лишь один герой был, по которому он попал. Медуза просто улетает. Нет. Баррелл-страйка. И разбежались все, кроме Дисраптора. Это устраивает Гигфам. Это не устраивает Бум Айди. Эпицентр в никуда. Ну, один саппорт, который там полубитый был. Это не то, что хочется забирать с помощью такого важного и сильного ульта. Герокоптер использует Шрайн. Снизу пак уже. Так, у пака 2000 он Кай решил себе собрать. Не. Угу. Пойдет за Джекера. Нет. Не стал Дискорд собирать, я так понимаю. Что, Сэфа нашли? Сверху в очередной раз. Просто Нага с Герокоптером вдвоем. Пока у Сэфа нет Блокинг Бара, это мясо. И Блокинг Бар появляется в ту же секунду. Но вот это уже хорошо. Теперь не так просто. Будет с ним справляться. Пока с руки у Гигфам урона немного. Весь Магаст... Прокаст, как правило, магический. И... Теперь хотя бы жить будет. Сэфа так мало душ. Нужно накопить. Нужно уйти куда-то в лес. А его команда пока приближается к этой два вышки снизу. Там пока лишь только пак. В это время Герокоптер ломает один сверху вражескую. Ну и Нага. Слип есть. Слип по троим. Дисраптор с прокастом. Он может вот этих двух героев запереть. Так он и делает. Отлично. Сайленс. Сверху накрывает. Очередной. Эрсплиттер бросается. Но он тоже ни в кого не попадает. Минус два уже. Там ракета также летит в Элдер Титана. И Элдер Титан тоже вряд ли отсюда уйдет. Герокоптер рядом. И это... Очередные минус три в исполнении Гигфам. Они очень много убивают за последние минуты. Прям невероятно много. Вообще, вот фраги. Вот фраг. Вот... Бумайди. Примерно семнадцатая минута. И вот фраг. Ну а дальше... Все действия за... Гигфам. Они убили. Там человек восемь. Еще и пару вышек забрали. Конечно, полностью сейчас ведут игру. Не забываем, что у них Медуза и Гира в лейте. Они сейчас очередной тавр заберут снизу. На самом деле, могут и Т2 пойти бить. Там Разор только сейчас появится. Санкин вообще сверху. Ну и вот так, медленно и уверенно, Медуза бьет эту вышку. Так, Разор. Хочу увидеть... Статиклинк на... 200 с лишним дэмэджем. Как он будет отрывать куски от Медузы. Наконец-то хочу это увидеть на этой карте. Но пока не получается. Не позволяет этого сделать Гигфам, на самом деле. Сколько же это связка, Дисраптор и Нага хороша. Вот что-то с ней не делай, она все равно работает. На самом деле, для исполнения это очень простая. Вагон времени подстроится. Так, здесь нападение на Медузу через Эпицентр. И не получается его по-человечески дать. Снова 0 урона ей наносят. Потратили также сплиттер. Дальше можно продолжать преследование. Но цепляют лишь Элдер Титана. Погоня какая-то будет за ним. Дримкоил тоже потрачен. Получается, что зря. Но там гораздо два более важных ультимейта. Использовали Бумайди. Еще и гир они получается здесь забрать. У него был Хрикен Пайк, благодаря которому тот спокойно уходит. И совсем еще и Блокинг Барр прожал. Хотя по Нетворцу, по преимуществу, его нет как такового у Гиг. Ну, две, там одна, тысяча. Это все смешные цифры. Но учитывая тот факт, что у них Медуза в лейте сильнее всех, и то, что она обгоняет как раз таки на эти две тысячи. И Разор вообще ФК. 1-5-2. Нет его. Его просто нет, к сожалению. Ну и вот сейчас этот Разор вместе с Джакира будут пушить Т2. Ну и могут на самом деле это делать довольно быстро. Да и один Джакира вон справляется. СФ к нему подтягивается. Т2 тем временем забирают гики на топе. Титан там что-то пытается откидываться. И вообще идут на хайграунд гейфам. Бессмертные что ли? Ну знают, что нет эпицентра. За счет этого будут иметь некое преимущество. Расплейтер будет только через 15 секунд. У СФа все есть. У СФа есть блокинг бар. Что самое важное. Медуза заходит очень далеко. Гирокоптер тоже. Там ракета разбивается. Но вышка потихонечку начинает проседать. Есть слип. И снова Разор с СФом. Но там дисраптор был очень далеко. Он вообще ничего не успел сделать. Блокинг бар от СФа. Гирокоптер. Он без БКБ. И гирокоптер здесь может отъехать. На Испас встает. Минус гира. Расплейтер мимо. Все остальные разбегаются. Медуза идет фармить. Пак уже давным-давно далеко. Провальный заход на хайграунд. Непонятно на что рассчитывали. Гикфам в этой ситуации. Так, еще и ногу отдали. Ничего себе. Как далеко он успел забежать. СФ еще. Секунду БКБ потратил. Разора. Блокинг бар тоже будет следующим слотом. И он по-прежнему имеет лишь два убийства. При пяти смертях. Почти 20%. У него приходится. При том, что он кор. Больше же всех умирает. Ну да, именно он. И. Илдер Титан. У Медузы бабочка просто будет. Вот это интересно. И довольно скоро будет. Бабочка. Там Рошан, кстати, стоит. Про него как-то все забыли. Все увлечены драками. Очень много, кстати, киллов за 27 минут. Тотал точно пробьют. Так, здесь ракета уже летит в Разора. У него есть Худ. У него есть Фриккин Пайк. Но свой стан он получает. Преследование. Нет. Со стороны Гикфам. Так, ну а там драка разворачивается. СФ пытается после Блокинг Бара улететь. Но куда ты денешься? С подводной лодки. Когда там есть Нага и ее сетка. Ну и теперь численное преимущество есть. СФ они будут 60 секунд. Это повод пойти убить Рошана. Ну либо просто продолжить фармить. Они просто практически все вышки снесли. Вот одна тут хромая стоит. Бабочка появилась уже у Медузы. И они после этого заходят на Рошана. Ну конечно можно с Эпицентром, с Макропирой, со Сплиттером влететь в этот Рошпит. Но, во-первых, без СФа этого урона может не хватить. Во-вторых, есть Слип, который все это просто заблокирует. Ну хорошо, вот он Эпицентр, вот она Макропира, вот он Слип. Медуза потеряла много маны, много здоровья, но живая. Здесь Статик Шторм и погибает моментально Сенкинг. Разор продолжает драться в одиночку. Его накрывает коллдаун. Еще и Стан прилетает сверху от ракеты. И это минус также Разор. 2 в 0 драка уже. Еще и Дрим Койл был оставлен напоследок. Который позволит убить как минимум Джекера, а как максимум всех. Еще минус 4. Единственный момент. А, ну а Егис добрался до Медузы. Все. Медуза будет покупать себе Айвскади. Бабочка уже есть. И просто идет по Миду. Заходить на хайграунд. Вообще в соло. В живых лишь СФ. Байбекки есть у Разора и Сенкинга, кстати. Но они появятся довольно скоро. По крайней мере Сенкинг точно его тратить не будет. А вот от Рейзера не удивлюсь, если мы его увидим. Начинают ломать бараки по центру. И с бараком справляются. Недики. Центральная линия пала. Заход наверх. Эпицентр отсутствует. Сплиттер отсутствует. И будут они лишь через 20 секунд. Есть только Макропира. Но вот куда ее стелить? Как тут попасть по всем? Так, Пак еще влетает. Еще и Джакира чуть не погиб. Хорошо. Врыв на Гирокоптера. У того Блокинг Пара нет. Нужно толкать себя. Он это и делает. Вторая сторона тоже разрушена. Медуза добивает милишный барак и отступает. Сейчас Гигфам. 13 тысячи не ведут. И этот заход удался им на все 200%. Никого не потеряли. Разор. Ох уж эти разоры. А, ну все. ГГ сдаются. Ну и все. Бумайди покидают эти квалификации. К сожалению. Для них. Для тех, кто на них поставил. Для их фанатов. Эту команду мы не увидим. На дак. А вот Гигфам продолжит свое участие в этих квалах. И они ждут победителя Пара Экзекрейшн. Фнатик. Вот такой получились эти... Вот такой получились эти квалификации. И... Вот таким этот матч получился. Господи, мне тут написали просто... Кое-что в нашей конфе. Я отвлекся. Гигфам проходят дальше. Они ждут своего соперника. Ну а мы на сегодня заканчиваем эфир на четвертом канале. Для вас сегодня работал Морталис. Вы еще много сегодня доты сможете посмотреть. Это и турнир один на один в поддержку Flow. Поэтому обязательно туда заходите. Там адекват со Смайлом будут для вас работать. Поддержите Flow. Ему эта поддержка нужна. Также не забываем, что завтра продолжение Юго-Восточной Азии. Я, Лекс и Форс продолжим для вас освещать этот турнир. Завтра финал Венеров. Завтра следующий матч в Лузерах. Послезавтра Гранд Финал. Финал, вернее не Гранд Финал, а Финал самый последний в нижней сетке. Который решит судьбу второго слота победитель в верхней сетке отправиться автоматически на турнир. И всем еще раз спасибо. Для вас работал Морталис. Подписывайтесь на наши соцсети. Подписывайтесь на мой Твиттер, на группу ВКонтакте, где вся музыка.